добрый день а чего вы решили что тут не я помощники какие-то у меня никогда этого не было ни одной строчки нету чтобы не я все я пишу здесь а помощники они другим делом занимаются но я не знаю как я благодарю бога и все радуюсь да наверное нет вы может быть бородой но мы предупреждаем а у нас это так и написано еще приглашали поехать я не смог я отказаться потому что говорил за отцом ухаживал вы сказали что сейчас вы что-то хотели спросить скорее всего это будет не вопрос а скорее всего это будет небольшая жалоба что ли или как это сказать я конечно в последнее время не хожу храм и почти не моюсь у меня жизнь пошла такая ну как это я одинокий мужик один живу у меня ни жены ни детей нет но вы мне уже упомянули говорили что будет хуже женщина женщина мне надо отвязаться и так далее рисовать надо оставить ходи на стройку работать и так далее ну это вы мне предлагали такое уже было что я уже запускается ниже ниже и ничего не мог с собой поделать я все прекрасно понимаю что идет нападение что мы ослабываемся и духовно не можем держать в руках сейчас такой нет но я в такой духе и живу вот в блудном это особенно вот интернет можно всегда войти в грязь посмотреть и получается как наркотик сейчас я вижу что уже отмизаться не могу потому что привычка уже идет даже разрушает психику то что ты смотришь там всякие эти сексуальные видики откровенные нехорошие да это даже оказывается разрушает психику и так далее вот а сейчас у меня с дороги уже получается сахарный диабет пошел я как бы получается по заслугам получаю наказание сахарный диабет то это значит много чего нельзя кушать и есть небольшая проблема сладко хочет чая попить нельзя и уже начинают ноги болеть и кожа начинает и ну и так далее а потом почитал что такое сахарный диабет это вообще человек разлагается внутри организма я уже начинаю понимать что появится на ногах рану которые будут заживаться до костей дырки появляются и он мучится и умирает и они мало живут скорее всего ну я таблетками не хочу пользоваться потому что хоть они выписали на таблетки но там я боюсь таблетки этого ну как то так вот это получается не вопрос а рассказал какие будут последствия самой но этот путь то вы сами избрали добровольно этот путь вы избрали сами добровольно ну да ну да потому что столько потому что мне не понравилось без женщины не могу и вот и получается вот так а познакомиться с кем не получается потому что во первых я как плохо слышащий и особо слышащий ну и мне тоже говорили у вас тоже со слухом тоже есть проблема вот и это самое я общаюсь глухими жестом жестом мимикой вот ну и в то же время женщине надо чтобы я работал зарабатывал короче деньги но и у меня такого нет я не работаю нигде я дома рисую акварелью маслом декоративную штукатурку делаю вот то что вы видите взять это моя декоративная штукатурка по объектам иногда я делаю но это просто так позвонит заказ есть нету ну ладно эта тема немножко другая да вы спросили что я выбрал сам этот путь но выбрал не выбрал я уже с детства этим мучаюсь зависимость вот это не пристольный это интернет смотрю который вот и это же я в храм и ходил в то время и снова исповедовался а вред повторяется 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 и два месяца потерпишь снова два месяца потерпишь снова ну вот такой вот и сам себе вопрос задаю как это бороться ну да все говорят молись молись ну слова то слова понятно молись молись но внутреннее состояние декорное крепкое место я очень очень ну то ли расслаблен или что такое вот нету такого лекарства чтобы ты раз такой через час там все бросил все начал ходить в храм молиться там утром вечером такой цветой стал такого у меня нет тут как-то приехал человек 23 года из америки ну и его вывели на меня он играть меня тянет к своему полу я не могу никак вылечить а я говорю я знаю где лечат сто процентов излечиваемость у я согласен что для этого надо я говорю нужны деньги билет купить в один конец и дальше до Саудовской Аравии там выложите все что вас мучает что гомосексуалист тебе на залез внутрь у сатана садомит тебе башлык на голову и с двадцатого этажа вниз головой все кончилось зачем мерзавец этот нужен а у них ни одного нет во всей стране за 1400 лет ни одного человека такого не было вот вас сегодня арестовать посадить в камеру и вы же не умрете без того что вам в интернете не надо будет смотреть все с вас это сойдет а что делать да подойди 60 день отдел милисты этот возьми палку да разбей им окошко 2 у тебя на год возьмут и ты вылечился очень даже просто ну у меня тоже бывают такие мысли покончить с собой а я не говорил с собой покончить я говорю вылечиться у вас еще легче еще в году ну чтобы вас чтобы на на год посадили на год на два и там же вам это не будет льгота делать то что вы здесь делаете и вы не умрете меня когда посадили рядом у меня были наркоманы они не могли без этого все вылечились там нет этого совсем нет вот и все что имеешь ввиду я просто пытаюсь понять что имеешь ввиду нет этого этого то что вас мучает смотреть по интернету пакости всякие чужую задницу так ну и все а тебя когда посадят там то это условие то другие и там ничего не будет да будут на работу выходить научиться работать лишний вес сойдет и это диабет это еще не диабет у меня есть стихотворение я диабет 2 ди это двойное по-гречески а обед обед 2 обеда вы объявите пост в течение недели можно вы уже наполовину вылечиться в рот ничего не берите и все не пейте сахарный диабет лечится? очень даже просто это чем? лекарства? ничем никаких лекарств не надо рот закрой свой и все возьми на неделю не пей не ешь 7 дней а во время в это время работай чтобы каждый день потный был в поте лица и увидите как эта болезнь в вас начнет разваливаться у вас такая энергия еще появится сколько лет вам? 55 ну 55 то а мне 84 ну я вижу давно уже ну тогда еще мы с вами общались а уже было сколько-то лет а сейчас вижу я вас удивляю и бодрый и ну я не просто бодрый я работаю с молодыми не уступаю ни в чем стараюсь копать пилить носить и они меня берегут а я все равно что-то беру делаю вот сейчас картошку копаем ползаю мешок один под себя я на мешке ползу чтобы не запачкать это каждый день ложу на голубятню а это же не два шага сделать каждый день занимаюсь гимнастикой встаю в 4 ну я встаю раньше в 3 часа ночи я встаю уже не ложусь никогда надо мне вот сейчас идти в храм сейчас в церковь 3 часа ночи 3 часа ночи встаете да да я уже за компьютером я уже работаю я материалы то скидываю вы их не читаете ну читать я не любитель я не все понимаю чтение вы понимаете вы себя льготу дурака придумали главное я не понимаю чистый разговор имеете вы говорите слово проблема попытайтесь это слово никогда не произносить я студентам университетов преподавал и говорил я исключаю это слово из своего лексикона заменяю двумя словами нерешенный вопрос не проблема нерешенный вопрос это тут понятно что надо решать его а проблема проблем оно ничего не означает я занимался всеми языками самостоятельно изучал разговаривал на немецком языке за шесть месяцев учил у них проповедовал а в школе языка не было мне очень интересно жить я все время за каждый день почти с собакой только сколько гуляю в уголовном розыске был собака там первое место заняла у меня все интересно вот сейчас издали мой четырехтомник четыре томности называется пропасть в стихах каждый том 880 страниц что-то прекратилось ну вот так видишь какая бляшка ну чё надо закрывать лавочку эту ну вы когда мне звонили то у вас какая-то цель была что вам помощь уже какая ну помощь так сказать ну например вот я хочу пойти поисповедоваться но у меня нет такой силы подготовиться я все много забыл я очень долго не ходил в храм на мигару по-моему но вы действительно нет смысла спрашивать у вас это нужно взять и пойти исповедоваться ну опять же надо родиться свыше и тогда будет все по-другому что вы себя насилуете раз нету не избраны вы и поэтому у вас такое состояние вы может быть в аду прописаны да разве человек может верующий так рассуждать я не знаю я не ходил меня то другое рожденный от бога не грешит Яков пишет Иоанн пишет первом послании и дальше пишет рожденный от бога не может грешить настолько ему это противно его не заставишь а я тогда пошел как узнать что я рожденный от бога нерожденный я вам говорю нерожденный вы ведете себя как мертвец протухший ну так и выходит ну и выходит так рожденный от бога это орлы полетите и не устанут у него мысли христовы Павел говорит подражайте мне как я христу сохрани бог считайте себя верующим простое дело зачем бреетесь ну бреюсь по кавычкам ну зачем чья охота похожим быть на гомосексуалиста на садомита чтобы подкаблучить ну мне просто девушки говорят ты убери бороду ты страшный такой понимаешь да это не девочки это не девочки это ведьмы девочка разве можешь это сказать когда у тебя это физиологическое доказательство что ты мужчина Христос с бородой апостол с бородами даже вожди атеизма Фридрих Эйнгельс Карл Марс Ленин все с бородами что ты придумали то девочки сказали да какая то шлюха проститутка тебе брякнула по мозгам то и все а ты бы ей ответил а ты почему без бороды я женщина а я должен с бородой быть а мужчина это крепость твоя власть над женщиной тряпка хорошо я буду иметь ввиду да не если выброс бритвы сегодня вот уже встреча оправдана будет выбрось ее провод отрежь себе провод отрежь а всю эту премудрость выкинь хорошо у меня немножко другой вопрос волнует бороду ладно я сделаю а вот насчет этого избранный богом не избранный богом я вот хочу понять вы мне ответили что я не избранный богом потому что я веду жизнь ну распущенную такую вот вас нельзя тронуть вы не любите считать я вам громадные материалы даю у меня только месяц назад издали четырехтомник проповеди стихах сейчас покажу вот смотрите четыре книги такие каждая книга 880 страниц каждая книга на каждой странице мои стихотворения три тысячи девятьсот стихотворений по тридцать шесть строчек эпиграф из библии вот оно как и издается четыре тома а тут за 55 лет и и останался так куда ж тебя для чего тебе это нужно вот когда то девочки сказали девочки этого не скажут потому что вы с ними не встречаетесь а то какая то шалава шлюха сказала уже все поплыл срам один у меня такой вопрос вот допустим я пока исповеди исповеди не готов но не получается но дома помолиться можно молитесь все время не дома написано непрестанно молитесь пятая глава семнадцатый стих первое послание фессалоникийцам да да ну а мне сказал я читал в одной книжке что сначала надо исповедовать а потом молиться а когда ты не исповедовался а молиться ну теперь кто то кто то сказал зачем тебе исповедовать это когда ты обратно как свинья на блевотину говорит пёс возвращаешься вымытая свинья идёт валяться в грязи Яков так говорит вам исповедь не нужна вы только дьявола дражнете и бога гневите исповедь один раз исповедался у тебя все снял господь покаялся у вас нету слез вы выпросите у бога чтоб плакать о своем погибельном состоянии даже простое дело у вас какой рост высоту сколько у вас 168 168 мой рост сейчас у меня 168 сколько весите да у меня что 55 килограмм вес ну я давно не измерял но примерно 90 ну 90 у меня 64 разница есть рост 1 посмотри на меня я стою видишь да у меня живот есть у меня большой живот на животе перегни вот так вот чтобы не больше 12 миллиметров было складка вся все попробуй сегодняшнего дня всю пищу законопать не бери в руки на три дня не пей не ешь потом немного с сухариками один раз в день еще еще не надо возьми из тебя эта дурь то пойдет постом и молитвы изгоняется вы ведете себя понимаете сухарики раз не можно сахарный диабет сахарный диабет нельзя ни хлеб ни мука ни вермещение ни сладко много чего нельзя я только помидоры огурец и курицу варил понимаете это мы приспособили себе чтобы безобразничать христиане первые никогда этого не знали объявлен пост во всей стране и ни один человек никто не никто не спрашивал какая болезнь а кто вкусит должен умереть и все вспомните как ненебия спасалась ненебия и все и скотине не давали есть даже и господь подвигся изменил приговор в общем три дня не кушать а надо пить можно? что делать? а вы мне сказали три дня постарайтесь не кушать ничего да а воду можно пить? ну немножко воды немножко там немножко выпей полпосы я попробую я попробую у меня просто обычно голова кружится после этого да зачем она ваша голова то нужна такая которая кружится то вы днем ложитесь спать лишний вес причина лишнего веса следующая первое обжорство второе лень матушка не потеешь третье многоспанье четвертое безразличие к жизни где беда какая где взорвали вас это не касается вот четыре причины от чего вы такой пухлый червям корм готовите расквасился еще то есть как ребенок маленький ну да есть такой ну не годится это так вас не терли не добили вы все вкус ваш остается а мы даже все это принять от бога вот я сейчас на вас смотрю он голый у меня прилетели на голубятню вы живете не интересно скучно вы я вам когда материалы скидываю вы считать не хотите но я вам скидываю там ролики на мои стихи положено музыка композиторами вы можете пришла пришла то можете я по возможности там проповедь будет это сказать ролик такой пятьдесят два года в пути как я к богу обратился как приехал в то место спустя сорок лет пятьдесят 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 два года в пути Латвия Венспилс что вы так это все как-то не стыда ничего нету я не могу то другое хвалитесь болезнями можно еще раз вопрос если вы говорите что я не избран не богом а уже прописается вам а какой смысл сейчас я пытаться буду стараться молиться да не будете вы стараться не будете вы не будете стараться и молиться вы уже на еще шага не сделали а уже я не буду а вот господь сказал Исаия пришел к их императору Иезекий говорит ты умрешь и он отвернулся к стенке и стал горько плакать и господь говорит вернись назад скажи ему что я ему еще жизнь до пятнадцать лет проделу мы слезами умоляем Бога у меня я не болел у меня нынче шесть болезней на меня напали шесть болезней вообрази себе что это такое две смертельные летальный исход и вот уже прошел почти год с меня почти все сошло у меня специальный человек диета там только растительным что я любил мясо в рот никогда не брать не говоря про алкоголь крепкие такие там как бывает лук чеснок это тоже из лекси это из диеты убрали вот и все чеснок что чеснок чеснок мне нельзя мне нельзя было мне нельзя было больные почки и вот все вот вчера прочитал только что быть без ужина сегодня я говорю уж уже не надо мне а едим то то все простое я вот иду листья одуванчика и домной крапивы нарываю изрублю и в суп бросаю толстым слоем морковь тру на мелко я много времени часов 16 в интернете сижу пока книги издавал у меня 38 томов книг вышло я провел за этим за компьютером то больше 30 тысяч часов вот как и мы проехали 120 тысяч километров из барнаула до владивостока тихий океан потом португалия туда прошли все государства европы в 650 библиотек подарили мои книги да евангелие давали нам это обошлось 35 миллионов рублей а то мы подарок сделали всему миру вот сейчас книги выходят я сейчас библиотеке буду звонить чтобы им подарок сделать у вас еще интересного никакого нет это вот я книгу вам показал какая и какой корешок посмотри вот на корешке вот это 4 тома по 880 страниц в каждой книге 96 страниц цветных фотографий этого никогда нигде не было эти книги единственные в мире во всем проповеди в стихотворной форме вы любите поэзию? поэзии поэзии а вот послушай наоборот я не читаю я не читаю ну ладно прослушай я больше рисую 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 да не надо рисовать вам это ничего не даст рисую рисую что рисовать то когда вас это не интересует святая Русь когда была святая скажите дату срок и имена во свете Библии патетика растает останется вино вина война хватали все от севера до юга до порта Артура оспу островов все подгребли саму тайгу и в югу и расплодили нехристей воров кто хуже нас сокровища земные транжирит жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне Прибалтики Татарам и Чечне на наши земли вожделение зависть облизывая смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольцев запись у нас отнять за счастье каждый рад о боже проповедников пришли служение Богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполни вверенное нам не Русь святая а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы эхимеры это положено на музыку я вам сейчас скину вы прослушайте как исполняют если вопросов нет я отхожу я сейчас вам скину сразу сразу и вы прослушайте все а там какая то программа должна она открывается ну я не знаю какая программа то ну нажал только и все и заговорила какая программа то youtube в youtube в youtube а ну а